Указом президента 2017 объявлен годом экологии. Цель такого решения главы государства привлечь внимание к проблемам этой сферы и улучшить состояние экологической безопасности страны. Какими событиями этот год запомнится Ивановской области? Безопасно ли жителям региона дышать полной грудью? И какой бизнес можно условно назвать экологически ответственным? Для всех профильных ведомств, чья деятельность так или иначе касается охраны окружающей среды, федеральный центр подготовил сверхзадачи, чтобы год экологии запомнился делом. На территории региона прошли десятки субботников и народных акций. Вооружившись мусорными пакетами, граблями и лопатами на улице городов, в парки, во дворы вышли представители власти, депутаты, госслужащие и просто небезразличные граждане. Областной центр в 2017-м стал городом-победителем в акции «Аллея славы». В московском микрорайоне высадили 300 кленов, 200 туй и 100 можжевельников. В Сухово-Дерябихе к любимым местными жителями березовой рощи подселили сотни синьцев сосны, ели, лип и кленов. В год экологии Рослесхоз рекомендовал регионам взять на себя повышенные обязательства. Обычно мы занимаемся лесовосстановлением, у нас 4000 гектаров по области. В этом году мы взяли на себя обязательство 5000 гектаров выполнить, в том числе 2500 – это будет искусственное лесовосстановление, то есть посадка саженцев-сеянцев. Ивановскому управлению Росприроднадзора необходимо было поставить на госучет все объекты региона, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В этом году идет составление большого государственного реестра потенциально опасных для экологии объектов. Есть четыре категории негативного воздействия, и объекты делятся на них. Вот самое первое – это самые опасные. У нас в сегодняшний день в реестре это 30 предприятий, которые действительно являются самыми опасными для экологии. И за ними будет проводиться в особом режиме и надзорные мероприятия. В областном центре к опасным относят и в Химпром, водоканал, крупные текстильные производства. Практически в каждом городе есть предприятие, которое, по мнению жителей, отравляет им жизнь. В Шуе, например, часто жалуются на выбросы деревообрабатывающего завода «Эггер». Чтобы ситуацию оценивать грамотно, в 2014-м в Шуйском микрорайоне Яскино установили экологический пост. Место выбрали не случайно. Ориентировались на розу ветров. Сюда дует из «Эггера» и доходят потоки воздуха с городских предприятий. Специалисты делают замеры 4 раза в неделю. Проверяют воздух на наличие 11 загрязняющих веществ. Наши телекомпании наглядно показали, как измеряют концентрацию в атмосфере оксида углерода. В этом желтом шарике – шуйский воздух, который был набран в 7 утра 12 сентября. Забор воздуха в газоанализатор «Палладий» и идет измерение концентрации именно оксида углерода, который содержится в этом пробоотборном устройстве. В данном случае вот в этом мячике. Мячик постепенно сдувается. Воздух у нас поступает на анализ в газоанализатор. И мы видим концентрацию на экране табло этого прибора. В определенной допустимой концентрации у нас 5. В данном случае, ну в среднем, где-то 1 с чем-то, с небольшим. Миллиграмм на метр кубический. В этом году превышения были разовые. По сероводороду, взвешенным веществам и один раз обнаружили фенол. В целом же местные жители могут дышать полной грудью. За годы работы лаборатории с 2014 года 98% проб укладываются в норму. Экопостов сейчас в регионе 4. Кроме Шуйского, есть еще в Приволжске и 2 в Иванове. Для полной картины количество недостаточное. По итогам работы 4 постов трудно заключить состояние атмосферного воздуха на территории Ивановской области. Мы бы хотели развивать региональную сеть наблюдений за атмосферным воздухом. Установить их во всех наших крупных городах. Экология, она в головах. Человек либо уважает планету, на которой живет, либо нет. На первых, все и держится. Экологически ответственный бизнес Владимира Процика начался с идеи в 2013 году. В регионе никто полномерно не занимался утилизацией люминесцентных ламп. Начали с цивилизованного сбора. Управляющим компаниям, органам местного самоуправления было предложено установить вот такие желтые контейнеры. К тому же это дешевле, чем платить предусмотренный законом штраф. Сейчас контейнеры для ламп в регионе не редкость. Так совпало, что именно в год экологии бизнесмен сделал еще один шаг на пути к благой цели. За счет собственных средств предприниматель открыл первое в регионе предприятие по обезвреживанию ртут содержащих ламп. Мы рефили сегодня достаточно важную задачу – утилизацию ртутных ламп. До этого они все эвакуировались в другие регионы, поэтому на сегодняшний день предприятие организовало и сбор. Во всех муниципалитетах стоят приемные контейнеры и первичную переработку ртутных ламп. Специализированное оборудование Катром-2 по сути большая мясорубка – лампу дробит на компоненты. На узел загрузки ламп подаются лампы, дальше лампы по ускорительной трубе попадают в дробилку, которая находится на дробильно-сепорационном устройстве. Здесь происходит вибрация и за счет разности сит разделяются компоненты. Здесь у нас стеклобой, стекло очищенное от люминофора и от паров ртути. На выходе стекло, алюминиевый цоколь и люминофор. Первые два компонента – перерабатываемое в торсырье. Последний отправляют в Московскую область на специальное предприятие для выделения ртути. Ну а сами пары металла задерживаются в адсорберах. Вот такой нехитрый процесс, но до компании «Экомир» никто этим в регионе заниматься не хотел. Дмитрий Селиверстов тоже тарил свою эко-тропинку самостоятельно. Молодой человек известен ивановцам как активный пропагандист раздельного сбора мусора. Поначалу, да, на инициативе очень многое сделалось. Проводились регулярные субботники, поставили благодаря компаниям-партнерам большой контейнер у Ашана для раздельного сбора. Запустили проект «Экомобиль», который мог приехать по многим адресам города и помочь людям сдать раздельно в торсырье. «Экомобиль» сейчас выезжает только по заявкам. Да и Дмитрий, как он выражается сам, отошел от дел. Закончили силы мотивировать. Самое сложное было, наверное, уже спустя три года, когда уже кроме субботников ничего нового не появлялось, и у людей просто пропадала мотивация. И, естественно, мне уже тоже становилось трудно как-то завлекать людей, потому что убирать мусор – это малоприятное занятие, особенно когда у людей возникает вопрос «я же не мусорил». Один в поле не воин, и борьба за здоровье планеты – как раз то самое поле. Дмитрий считает, что такой серьезной работой должны заниматься крупные организации. Например, новый оператор по сбору ТКО. К тому же, именно в этом году в областном центре открылся первый мусоросортировочный завод. Ну а гражданам нужно навести порядок, прежде всего в головах, и подумать над тем, как будет выглядеть планета, которую они оставят после себя. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.